Доброе утро, мои дорогие, доброе всем утро. День обещает быть хорошим, солнышко проглядывает. Как у вас там со здоровьем? Как дома дела? Надеюсь, что хорошо. Не болейте, пожалуйста. Берегите себя. Ну и с добрым утром. Пойду попью кофейку. Дела зовут. Ну что, включаем новый день. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну все, последние я собрала. Из убытков. Вот упал, треснул. А вот этот давно треснул и уже сгнил. Ой, ну ладно. Спасибо тебе, гранатик. Еще надо отправлять посылку. А вот это тоже уже все. Надо отправить последние. Сама-то я их не ем. Ну вот 10 килограмм я уже отправила. Надо еще отправлять. Вот эти. Я не знаю. Они, наверное, конечно, не созревшие. Но я сейчас посмотрю, разрежу, что мне с ними делать. Высушить. Высушить бы их. Да куда-нибудь пристроить. Вот. Ну пока вот так. Представляете, как я об нее... Растут же детки вот эти вот. Их надо выдирать. И вот так она меня резанула за это. Я говорю, вот прошли дожди. Поперла трава. И товарищи одуванчики. Как без них. Ноябрь месяц. В нормальных местах подморозило. Снег выпал. И все. А тут вот это бесконечно. Круглогодично. Вот смотрите, что творится, мои хорошие. Вот эти твари, мухи, они все хотят ко мне домой. Вы видите? Вот. Вот они тут сидят. И ждут. Как только я открываю дверь, они все ломятся в дом. Ну, на улице-то холодно. Вы представляете? А какие они приставучие. Вот эти вот осенние мухи. Наглые. Приставучие. По голове лазают. Макс маленький ловит их. Ну, пытается поймать. Ну, он-то глупенький же еще. Ой, в общем, ужас какой-то. Обрызгать чем-то от них в доме. Я боюсь, что он отравится. Ну, вы смотрите. Вот ведь гады, ведь понимали б чего, а? Вон, сидят прям в двери, видите? И вот сколько раз заходишь... Вот это вот кошмар такой. Что делать, прям не знаю. Все-таки придется, наверное, покупать вот эту от мух. Вон они. Вон они прям в щели сидят. Ой, вот так вот. И какая-то шторка. Тут ничего не помогает. Они летят прям с твоей головой вместе. Слышите? Страдалец у меня рыдает в туалете. Ну, я все-таки побрызгала. От этих мух достали они. Закрыла его. Там включила вентиляцию. Вот он рыдает. Подожди, сейчас проветрится. Я тебя выпущу, ну. Я же не хочу, чтобы ты отравился. Потерпи, маленькая. Потерпи, зайчик. Еще воняет. Сегодня я бросила свои рукодельные дела. И занялась уборкой территории. Выдираю все, что не нужно. Уже... Ну, все же надо чистить. Куда деваться-то? Вот эта вот трава покрывная, она лезет на дорожку. Я ее же убирала летом. Нифига. Лезет, полдороги занимает. Тут конь не валялся. Это все надо убирать. Безобразие. Камны, которые отсвели. Я их уже поубирала. Ой, на участке просто ужас. Ужас. Ну, а чего? Листья валятся, все это... Ой. Кошмар. Ой, это еще чего? Ехала тут на такси, а в Черноморском сирень цветет. Я думала, мне померещилось. А потом Оксаночка мне писала в комментариях, что сирень цветет. С ума сойти. Ой, какой сейчас делают вообще инструменты, все. Вот. Четыре года назад был ремонт. Ну, что-то повозили тут, на ней повозили. Ну, и потом она из угла в угол у меня тут перебазировалась. И все. И вот стоит уже на этом месте уже года три. Посмотрите, отвалилось колесо. Надо в нее цветы посадить. Хочу девочке советую вас спросить. Вот что это с вишней? Вот что это, видите? Смотрите, смола прям по всему дереву. Это так и должно быть? Или это о чем-то говорит? Ну, понятно, она старая. Вон, видите, что делается? Капли какие висят. Подскажите, пожалуйста. Потому что я не знаю, что это такое. Прямо он по всем веткам там. Ой, а красивый, как янтарь. Вот он там. Ой, что-то устала я. И вообще мне надо магазин. Но в магазине мне нужны только сигареты и молоко. Поэтому я, наверное... Солнышко, он пытается вылезти. Наверное, мои дорогие, прогуляюсь-ка я пешочком до магазина через весь поселок. Давно я не ходила на свою любимую Воронцовскую аллейку. Да, наверное, сейчас кота выпущу из туалета. Проветрится там всё. И пойду. Прогуляюсь. Хорошо, ветра нету. Сегодня 14 градусов. А со среды прям похолодание. И по ночам будет по 3-4 градуса. И днём не выше 9. Так что надо насладиться хоть последними деньками. Более-менее тёплыми. Да что-то устала я. Руками делать. Я вчера только 3 шарфика сделала. Это, помимо прочего, там, что я делаю. Иногда прям тянет отдохнуть. Так что приду, потом покажу вам шарфики. Там и жёлтенькие, и с бабочками. Ну, в общем. Пока я вся в работе. У меня он тут урчит, спит. Господи, ангел прям когда спит. А, ну, сейчас глазки откроет и начнётся. Привет. Ну, вот, шарфики только вот вечером уже смогла вам выложить. Вот такой, на самом деле, он более тёмно-жёлтый, чем камера показывает. Вот такой у меня элементик был из ювелирной сетки с золотым этим, господи, бисером. Я его сюда сделала. В магазин я сходила, но завтра выложу в отдельном видео. Так хорошо прогулялась, мои хорошие. Прям красота. Прогулялась так, что пришла и уснула, устала. Так. Шарфик этот итальянский. Он не очень широкий, поэтому такой вот получается. Не такой прям вот пышный, как бывают почти палантины. Ну, такой жёлтенький с бабочками. Так, вот такой. с бирюзовыми какими-то листочками, цветочками. С бусинами каракле розенькими. Так, меня часто спрашивают, какой длины шарфы. Полтора метра, плюс вот сколько тут получается сантиметров само украшение. Такой вот сложной расцветки шарф. Ну, а что, не все же любят розенькие, беленькие. Это прям чистый хлопок. Я очень люблю чистый хлопок, но мнутся они, конечно. Вот. Зато здесь вот такая красота. Кусок от колья. Ой, смотрите, какой сегодня закат-то. Ой, я уж не помню, когда я закат-то видела. Смотрите, был там. Вот дальше даже. Дальше, чем вот этот вот пешеходный переход. Вот между двумя кустами, где дяденька стоит. А теперь вот где. Время пятнадцать минут шестого. Все, солнце уже заходит. Ну, красиво. Солнце яркое такое. Ну, что, мои дорогие. Давайте, пусть все будет хорошо. У нас, у всех. Не болейте, пожалуйста. Не грустите. Берегите себя. Машин как летом. Ничего не меняется, мне кажется. В общем, хорошего вам вечера, спокойной ночи. Всего-всего. Невозможно. Одни машины. Ну, и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok